Пока на улицах у нас еще нет снега, на горах тоже сноубордисты занимаются в спортивных залах, правильно ли? И у нас в гостях Ирина Петроченко, тренер по сноуборду и ее воспитанники. И мы сейчас хотели бы показать вам вот такую небольшую разминку. Разминка это больше назвать или тренировка? Нет, это все-таки тренировка. Ну, так как сноубордический горнолыжный сезон у нас не за горами, и самое время прокачать свой баланс, прокачать свою координацию и вестибулярный аппарат. Средств и способов очень много, поэтому все зависит от вашего ресурса, от ваших возможностей, где вы будете этим заниматься. В общем, на специальных тренажерах можно почувствовать себя как на горе, правда же? Конечно, конечно. Это очень похоже, это такая тоже имитация. Мы принесли с собой несколько спортивных таких предметов, на которых мы готовимся к выходу на склон. Итак, давайте начнем с самого тяжелого. Самого тяжелого? Трудновыполнимого, да. Трудновыполнимый, это, конечно, мяч. Это гимнастический мяч, фитбол. Что с ним нужно сделать будет? Да, он очень многофункциональный, на нем можно делать много всевозможных упражнений, но самое сложное, это, конечно, на нем стоять, балансировать. И если есть возможность, жонглировать. Вот это да, получится. Артем сейчас попробует постоять на мяче в новых условиях, на новой поверхности. Я думаю, у него все получится. Обычно вы на какой поверхности? Так, ну у нас более такая резиновая поверхность в зале, поэтому он более устойчивый. Да, ну чувствуется, о, смотрите-ка, раз и все. Да, поприседаю, побалансирую, мячик. Это похоже на чувство на сноуборде? Это даже, можно сказать, посложнее будет. Что-то я и думаю, а то у меня что-то страшно стало за сноубордистов вообще. Меня просто многие друзья уговаривают, давай-давай, начинай-начинай. Что-то вот смотрю я. Ближе к сноуборду это будут вот эти баланс-борды. Соня сейчас покажет сложный вариант. Это с трубой. А девочки более такой облегченный вариант для детей. Дети же тоже катаются на сноуборде и на лыжах. То есть младшие девочки у нас готовятся на подушечках. Да, делают всевозможные упражнения. И Соня более продвинутый уже пользователь баланс-бордов. Она покажет уже на трубе. Соня, давай. Скажите, ну вот эти тренировки, конечно, очень хорошо. Но не нужно забывать про тот спортивный инвентарь, который потребуется зимой. Насколько вообще снаряжение дорогое? Или можно начать с какого-то начального этапа, с какой-то простенькой доски, недорогого костюма и так далее? Да, ну вот смотрите, в прошлой передаче, когда я рассказывала про сноуборды, средняя сумма была для простого сноуборда, такого туристического. Ну, в 30 тысяч можно уложиться с креплением с ботинками и доской. Это самый простой вариант. Может быть, даже еще и на шлем хватит, и на черепашку. Ну, а более уже продвинутые, конечно, спортивные сноуборды, они очень дорогие. Тут уже цены даже не буду озвучивать. А туристический выбор очень большой. Вы как относитесь к БУ сноубордам? Вот кто-то покатался, не зашло и выставили на продажу. Вы знаете, я хорошо отношусь к БУ инвентарю. Если он в хорошем состоянии, то имеет смысл его брать и не тратиться на новое. Ну что же, Антон сейчас попробует повторить что-то вот из... Вот у нас полусферы есть. А вот сейчас Ульяна вам покажет, что на них можно... Расскажите нам, что будем делать. Вставай, Ульяна, прям показывай баланс. Бери микрофон. Да я подержу, вставай. Вставай, вставай, вставай. Давай, покажи, на балансе сначала покажи какие-то упражнения. Да, побалансируй. Смотрите, здесь еще работает активно голеностоп. Здесь еще укрепляется голеностоп. Можно эту полусферу перевернуть. И будет еще более сложный вариант. Ой, ну это вообще неустойчиво. Это будет даже очень похож на вот этот мяч, да, большой? Он похож. Ульяна, попробуй. Да, здесь можно прыжком. Здесь можно делать тоже всевозможные приседания. Прыжком-то легко, конечно. Пробуйте, пробуйте. Мы для вас взяли, да? Давай, потому что у тебя специальная обувь спортивная для сегодняшней встречи, для сегодняшней тренировки. Я так и подумал тоже. Поэтому попробуй сделать вот такой элемент на одной ноге. На одной ноге, Антош. Давай. У вас получится. Мы желаем тебе удачи. Ой. Ой, мал... Супер. Ну это просто великолепно. Вы сдали экзамен. Ну отлично. Ну и смертельный номер, да? Та-дам. Это у всех получалось? Нет, конечно же не у всех. Давайте без прыжка сначала. Поддержите меня. Нет, без прыжка тебе тяжело будет стать. Лучше с прыжком. Лучше с прыжком. Раз и все. Давай, Анто. Да, давайте. Тихо. Не шатайся. Анто. Вы переживаете за меня? Нет, над тобой все смеются, не переживай. Ой, супер. Молодец. Все, берите его в свой коллектив. Да. Заторный, забавный и очень умелый. Да, это очень сложный тест. Антон Моцкос. Вы его сдали тоже на отлично. Ви-ху. Пора вставать на доску. Да, теперь мы знаем, что карман Антона обеднеет на 30 тысяч рублей. Как минимум. Да, шлем, доска, крепление и ботинки. Вам большое спасибо. Ну и теперь мы знаем с нашими зрителями, чем вы занимаетесь в летний, осенний период, когда еще нет снега. Ну и, конечно же, ждете его появления, чтобы быстрее и быстрее побежать на гору. Желаю вам спортивной удачи и продолжаем эфир.